друзья всем большой привет вы на канале надежды и сегодня я вас приглашаю в лес наш красивый уральский лес который пахнет осенью хвоей и какая здесь удивительная красота сегодня я впервые побываю на пленэре я хочу порисовать а муж мой будет собирать грибы я взяла коробку с красками вот у меня мои масляные краски палитра и я подготовила холст на котором будет изображен осенний лес ну что друзья интересно тогда начинаем выбрала себе место где видна глубина до леса и начинаю размечать сразу кистью и краской карандаши с собой даже не брала конечно непривычно работать на природе всякие мошки комары прилипают краски но с другой стороны эти шум леса эти пение птиц и даже какая-то особая тишина она завораживает друзья расскажите а хотите ли вы на пленэр пишите ли вы свои этюды прямо находясь на природе в лесу мне будет интересно почитать я последний раз писала на пленэре находясь в художественном училище когда у нас было лето у нас был пленэр и мы все ходили писать природу это такие приятные воспоминания было весело и интересно друзья давайте поговорим откуда же произошло название пленэр от французского он пленэр на открытом воздухе термин обозначающий изображение на картине всего богатства изменений цвета ну конечно обусловленного солнечным светом окружающей атмосферы вся эта пленэрная живопись конечно подразумевает создание картин не в мастерской помещение а на природе которая всегда служила основой постижения натуры ведь здесь естественное освещение но вообще на пленэре может использоваться любая техника и живопись на пленэре имеет ряд особенностей присущих именно пленэру ну и понятно что тут уже ограниченное время выполнения работы они немножко в эскизной манере получаются а вообще пленэр появился в начале 19 века в англии благодаря художнику джона констеблю и ричарду боннингтону планеризм становится основой эстетики художников для которых свет воздух приобретает очень важное самостоятельное значение ну и чисто живописный интерес а сам предмет но особо не прорисовывали оставляли без такой конкретики почти не выражается в конкретных силуэтов или вовсе исчезает ну и техника пользовалась очень большой популярностью у французских импрессионистов тогда вот именно у импрессионистов этот термин получает очень широкое употребление и такие известные художники как камиль писаро пьера гюстри нуар жан-батист камиль коро ну и не в последнюю очередь клотманы внесли свой вклад как раз становление пленэрные живописи ну а в россии вы наверно тоже знаете всех наших живописцев во второй половине 19 начале 20 века это кто занимался василий поленов исаак левитан валентин сиров константин коровин у меня есть его хорошая такая книга игорь грабарь так что вот живопись при естественном свете было известно давно но использовалась в основном для создания эскизов когда мы только начали учиться в художественном училище наш преподаватель всегда говорил о том что нужно ходить на пленэры ну так для чего же это все нужно ну можно сейчас уже и в интернете загрузить картинку написать по фотографии но как говорил учитель натура лучший учитель когда ты пишешь на пленэре у тебя как будто бы очищается взгляд ты начинаешь больше различать цветов оттенков ну можно сказать что это своего рода тренировка для наших глаз интересно еще что на пленэре можно ставить разные задачи перед собой там колористические изучение светотени и вы хотите изучить воздушную перспективу но и я всегда считаю что надо небольшой формат брать это и нести удобно и работать чтобы быстро небольшой размер нужен для того чтобы быстро ухватить состояние природы объектов и я вот взяла холст грунтованный на картоне и этот размер мне хорошо очень подошел работа на пленэре также дает эмоциональный заряд вот смотришь спустя уже какое-то время на эту работу и вспоминаешь эти дни этот момент именно как ты рисовал и даже вспоминаешь что ты ощущал в это время кто тебя окружал или ты был один полностью погруженный в работу и вообще на пленэре бывает такое состояние ты не замечаешь что происходит вокруг ты как-то вот концентрируешься на работе видишь только ее это такое приятное ощущение потока я думаю художники меня поймут кто тоже так рисовал у нас сменилась погода и стал дуть такой холодный ветер даже не замечала как у меня мерзнут руки только когда уже завершила работу это почувствовал и в лесу конечно здорово захотелось повторить этот опыт наверное когда будет еще больше желтой листвы более яркая осень будет сейчас еще самое-самое начало осени можно будет повторить надеюсь друзья я вас тоже заряжу на то чтобы порисовать именно на природе взять с собой этюдник если у вас есть холст краски и писать если вы пишете маслом нем тоже есть свои плюсы что эта краска позволяет перекрывать один слой другим даже темные светлым тоном красочный слой очень плотный насыщенный также можно добавить текстуру но и накладывать мазки пастозно густо художники мне кажется очень многие любят этот материал именно на пленэрах хотя можно использовать и другие материалы акварель пастель работать в графике кто-то берет маркеры или даже рисуют на графических планшетах нашим лесном походе мы объединили сразу два дела я писала осенний лес а муж ходил за грибами хотя у нас не было дождей и их немного но все-таки хорошие грибы нашлись и сейчас я вам покажу что у меня можно собирал вот и грибы которые насобирал мой муж замечательные красноголовики а бабки и здорово а я продолжаю творить основная цель техники пленэра состоит в том чтобы не просто передать природную красоту но и постараться вдохнуть жизнь в картину показав динамичность пейзажа его непостоянство интересно что левитан призывал писать пленэры небольших форматов по его мнению в большой картине больше броня представляете тем самым он хотел как бы сказать что для написания картины большого формата требуется конечно же больше времени и красок длительная работа вносит свои коррективы поэтому художник не может в точности передать все вот эти оттенки натуры ну и размер этюда не должен превышать размеров альбомного листа вот он так считал советую также на пленэре писать довольно таки быстро потому что считается художниками что глаз быстро привыкает как бы замыливается и уже ускользают какие-то нюансы что надо наносить широкими мазками основные цветовые решения там небо землей кроны деревьев дальний передний план свет тень все вот эти соотношения ну и уже затем переходить детализации на первом плане свой лес я писала кистью ну а затем доработала его мастихином чтобы показать более объемные мазки чтобы они наложились уже на поверх проложенный красочный слой а в лесу уже сменилось освещение вечер самое интересное когда уже переходишь на передний план и допускаешь уже детализацию прорисовываешь веточки какие-то травинки можно обозначить на переднем плане друзья я советую вам ходить на пленэре это не только вас обогатить с профессиональной стороны но и самое главное подарит вам вдохновение для творчества для нас это очень важно вот уже работа дома и здесь я немножко добавила детализации прописала еще мастихином листья желтые и несколько веточек тоже чтобы больше было глубины у моего пейзажа и появилась картине законченность получила такой необыкновенный опыт так подзарядилась энергией леса что было очень здорово комаров кстати практически не было и я вам советую иногда друзья устраивать такие вот путешествия мини путешествия и рисовать на природе это здорово но на сегодня это все друзья будем прощаться я надеюсь мы встретимся с вами в новых видео рассказывайте что рисуете вы бываете вы на пленэрах и как вы к ним относитесь будет мне очень интересно прочитать всем желаю радости творчество яркой осени всем пока пока